Всем лежать! Полчаса! Вперёд! Вперёд! Мне нужно... Хочу послушать вступление. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я гляду по Арбату и смотрю по сторонам, как 10 лет назад, и ничего не изменилось. А вот и он, московский стильный ум, с густавит, встретит рай, вождусь и дам, домами он. Старые граффити, тустеют на стене. Я помню, как в бассетах рисовал по весне. Когда-то было время, было время, время начала. Мы с охотой принимали дары, от хип-хапа мы бомбили термо. И были самыми крутыми в аксу. Вкусливали и адики на селика. Монтова дичия, элая, шапа, михия. Я затревожила контора, утюг уже нельзя было. Но мы с вами своя дело, ха-ха-ха-ха-ха. Ох, гу! Старая школа нас по улицам вела. Я иду по арбату, продолжая свой рассказ. Старая школа хип-хапа, это начало, начало. Улеты качали нас, а брейк-то с причал. Мы первыми сделали мексы на феяле. И после этого всех стали называть диджиами. Вот, как, утюг. Ха-ха-ха. Москва, Москва, город золотого огня. Москва, Москва, как никто, ты колл-скулов леска. Москва, 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 спасибо за имена. Великие герои, ха-ха-ха, полюбил тебя. Ленинградский олд-скул, 2002. Лучше ничего не делать, лучше загорать. Лучше рэпы посчитать или брейки танцевать. Лучше граффити на стенах и в эпитаже рисовать. И на роликах кататься или в баскет поиграть. Если ты захочешь жить, как жили твои деды. Тебе надо борьбы поботать со среды до среды. Если ты знаком со всеми видами машин на вождение. Тебе надо учесть, что это второй твой день рождения. Мой рассказ начинается, он об одной проблеме. О проблемах молодежи, выжить в мире в этой теме. Чтобы жить привольно в этой долбанной системе. Деньги надо заработать по какой-то схеме. Вы все хотите денег? Я знаю, это точно. Состояние молодежи, в смысле денег, блин, непрочно. Например, захотел ты купить себе вел. И куда же ты пойдешь? Ну что, делись ел? Конечно, можно продать папе новенький компьютер. Хотя сыграть захочешь, квейк или хотя бы дюк-клубки. Можно бутылки собирать, но это дело душное. И конкуренция большая, баски могут побить. Ааа, лучше ничего не делать, лучше загорать. Лучше рэпы почитать или брейки танцевать. Лучше граффити на стенах армитажа рисовать. И на роликах кататься или баски для грязи. Ну что же, остается идти кого-нибудь скидать. И в общем, ты можешь сам такой же жертвой стать. Ну вот идет, к примеру, парень мелкий такой. И ты идешь ему навстречу, переулок-то пустой. Ты подходишь, говоришь ему, здорово, чувачок. А ты, в общем-то, крупнее, и у него случился шок. Ты подходишь, говоришь ему, подкинь-ка мне коди. А он стоит такой весь в страхе, отвечает, у меня нет. Ох ты берешь, говоришь. Послушай-ка, малыш, гони скорее сюда. Все бабки, по тому, что ты спешишь. Он еще немного мнется, говорит, он мне сдается. Что тебя я где-то видел, в общем, вовсе не ведется. Достаешь складной ты нож, говоришь ему, ну что ж. Еще 30 секунд, и ты отсюда не уйдешь. Пьешь ему на горе в пах, у него звезды на глазах. Залезаешь в карман, а у него там банан. И еще охапка денег и игрушечный наган. Короче, ты берешь все это и уходишь от него. Пока на помощь не позвал или кому не закричал. Пока на помощь не позвал или не закричал. Лучше ничего не делать, лучше загорать. Лучше рэпы подсчитать или брейки танцевать. Лучше грабить и на стенах Эрмитажа рисовать. И на роликах кататься или баскет поиграть. Лучше рэпы подсчитать Продолжение следует...